МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Праздник журналистов, операторов и монтажеров. 13 января, день российской печати. На стадионе КАР открылся каток. Как он будет работать в пандемию? Новые награды боксеров, воспитанники КАР вернулись с победой с региональных соревнований. Далее расскажем подробно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, что заболеваемость снижается в 22 регионах. В 61-м ситуация стабилизируется. Еще в двух субъектах с малой численностью населения отмечают продолжение роста. При этом, по словам Поповой, стало на 16% меньше госпитализированных пациентов с COVID-19. Снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7% в январе, при том, что в декабре этот показатель составлял от 1,2% до 0,9%. По динамике эпидпроцесса в целом в России в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9% до 15,6% на 100 тысяч населения. В регионах продолжается вакцинация от коронавируса «Спутник МВИ». Запись на прививку открылась в Нижегородской области 13 января, сообщил губернатор Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм. «Сделать это можно будет на сайте Минздрава. Очередь из первоочередных категорий уже сформирована. Поэтому можем начинать записывать всех, кто хочет привиться, как только вакцины прибудут, записавшихся будут приглашать», написал Глеб Никитин. Напомним, в феврале в Нижегородскую область должно поступить около 150 тысяч доз вакцин от коронавируса. Что касается Сарова, то прививают пока медработников, сотрудников системы образования, социальной сферы. Как пишет газета «Новый город», со ссылкой на заместителя главного врача Веру Маслова в ближайшее время ожидают новую партию вакцины. За минувшие сутки в России зафиксировано 22 850 новых случаев заражения. В Сарове заболели еще 60 человек. Из тех, кто госпитализирован, 189 находятся в состоянии средней степени тяжести, 14 тяжелым. Индексация выплат, цены на алкоголь, платные водорезвители и другие нововведения. В 2021 году вступают в силу новые законы и правила, которые коснутся многих россиян. Так, минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения. Теперь МРОД и прожиточный минимум будут рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Пенсия по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6 044 рубля 48 копеек. В результате индексации прибавка у каждого пенсионера индивидуальной зависит от размера получаемой пенсии. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%. Средства материнского капитала теперь можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. С 13 до 15% повысилась ставка НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Чуть более 416 тысяч рублей в месяц. При этом разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет. Средства таких изменений направят на лечение детей с редкими заболеваниями. С 1 января отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Его альтернативы – упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Предприниматели, которые не определились с выбором, автоматически переведут на общую систему налогообложения. Это приведет к существенному увеличению налоговых отчислений. Изменения коснутся и автомобилистов. Водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем Минздрава. Кроме того, с 1 января перестал действовать автомобильный знак «Инвалид». Людям с ограниченными возможностями нужно оформить электронное разрешение на парковку. Стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих проектов школьников, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия». Возраст участников от 7 до 30 лет. Среди номинаций конкурса – «Литература» – это сочинение рассказа или эссе, и мультимедиа – презентация или видеофильм. Заявки работы принимают до 8 марта на электронную почту «Зламина собака МЦДФСаров.ру» с пометкой «Моя семейная реликвия». Подробная информация по телефону 99108. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Гимназия номер 2 представит Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе «Школы лидера качества образования». В конце декабря Саровская школа стала победителем регионального этапа, в котором приняли участие 42 образовательных учреждения из 27 муниципальных районов и городских округов. Финал конкурса пройдет в заочном формате в январе-марте, сообщает Департамент образования. В Сарой проходит благотворительная акция «Подарим детям Рождество». В православном волонтерском центре «Радость моя» вручили подарки 120 нуждающимся семьям. Еще 40 семьям добровольцы доставят подарки на дом. Сейчас волонтеры собирают подарки для воспитанников психоневрологического интерната в поселке Потьма и Темниковского детского дома. Принести пожертвования для ребят, оставшихся без попечения родителей, можно на гуманитарный склад на Пушкино 24А с пометкой Потьма или Темников. Воспитанники детской школы искусств номер 2 выступили на 12-м международном телевизионном конкурсе «Созвездие талантов-2020» в Москве. Вместе с саровчанами свои вокальные сценические навыки показали около 2000 коллективов, объединений, ансамблей и солистов. Решением жюри образцовый ансамбль народной песни «Горница» «Дыши номер 2» стал лауреатом второй степени. 13 января – День российской печати. Это праздник работников средств массовой информации, журналистов, теле- и радиокомпании, печатных и интернет-изданий. А тех, кто еще только учится этой профессии, делает свои первые шаги в мире СМИ, расскажем в следующем репортаже. Что должен уметь журналист? Думать, слышать, видеть, анализировать, читать, писать и говорить. Хорошо на родном языке. Как и любая другая профессия, журналистика начинается с азов. Навыков, без которых невозможно расти и развиваться. Эти знания приходят с опытом, а значит и делиться ими должен тот, кто не понаслышке знает свое ремесло. Как, например, Светлана Михайлова-Листром. По ее инициативе с прошлого года во дворце детского творчества работает объединение журналистика, где будущие акулы-пера, голоса радиостанций и лица каналов могут, что называется, на вкус попробовать эту профессию. Другого способа найти свое призвание еще не придумали. Мне кажется, что человек может научиться абсолютно всему. И нужно пробовать как можно больше. Потому что ты никогда не знаешь, где себя найдешь. Это может произойти совершенно неожиданно. Сейчас в объединении занимается 10 ребят. Юные журналисты открывают для себя различные жанры. Учатся четко и внятно излагать свои мысли, грамотно выстраивать беседу и погружаться в заданную тему. Курс молодого бойца на информационном фронте получился максимально насыщенным. Наши занятия начались уже в разгар самой пандемии, поэтому все проходит в зуме. Но Светлана Арнольдовна приглашает к нам разных гостей, использует какие-то материалы. Очень часто появляется в кадре не одна, а с какими-то еще другими педагогами. Устраивает практику. То есть мы сами либо делаем интерью, либо создаем ситуацию, решаем, находим выход. Несмотря на то, что занятия начались не так давно, ребята уже могут похвастаться первыми публикациями. Шаг за шагом они стремятся освоить все существующие информационные площадки. От газет до интернет-порталов и социальных сетей. Это помогает лучше понять специфику каждого издания, а также подобрать стиль и подачу для разных аудиторий. Мы писали статьи для нашей школьной газеты. И также мы ведем еще группы ВКонтакте. Плюс еще пишем статьи для нашей пионерской организации. Последняя ступень на пути к мастерству – самая трудная. Потому что ей нельзя научить. Эту трансформацию каждый журналист должен пережить сам. Научиться видеть в своем деле не просто средства заработка, а возможность словить эмоции и делиться ими с окружающими. Вообще я считаю, что журналистика, как никакая другая профессия, основывается на любви. На любви к людям, к жизни, к событиям. На любви к языку, на котором ты говоришь. И вот это вот все в комплексе дает тогда интересные яркие материалы. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В оформлении библиотеки доминируют два цвета – салатовый и фиолетовый. Оттенки гармонично сочетаются и делают небольшое помещение ярким и просторным. Это уже не классическая библиотека со встроенными рядами стеллажей и полумраком. Шкафы поставили так, что за каждым их поворотом детей ждет удивительный мир открытий. Классическое расположение, оно уже уходит. Дети, они привыкли сейчас получать информацию интерактивно. Им нужно в игровой форме, им нужно наглядно. И потом библиотека – это открытие. Они должны сюда прийти и увидеть. А вот чтобы они увидели, мы им должны помочь. Мы должны представить, показать. Оптимизация работы школьной библиотеки – один из проектов православной гимназии, который успешно завершен в прошлом году. Интерьер библиотеки изменили до неузнаваемости. Теперь детям здесь будет удобнее заниматься и даже играть. Читального зала практически у нас не было. И рабочих мест за компьютером для индивидуального поиска информации тоже как бы не было. На сегодняшний день у нас все эти зоны созданы. Помимо этого у нас созданы игровые, досуговые зоны. У нас есть тут и некие тайные комнаты для детей, для проведения квестов и так далее. Здесь помещается, вот в этом маленьком пространстве, помещается много-много всего разных зон именно для детей. Вот в этом есть оптимизация. Для того, чтобы освободить место для рабочих зон и мини-читального зала, пришлось передать часть методической литературы в кабинеты. Нашлось место и для музея книги. В крошечной витрине под стеклом лежит Ветхий и Новый Завет, который издан в позапрошлом веке. Еще одна гордость православной гимназии – обновленный гардероб. Школьную раздевалку, в отличие от библиотеки, подвергли кардинальным изменениям. Раньше все 300 учеников раздевались в помещение площадью 46 квадратных метров. Теперь под гардероб отдали половину цокольного этажа. Это более 100 квадратных метров. У нас отдельный гардероб для начальной школы, для мальчиков и девочек отдельные зоны. И отдельный гардероб для среднего звена, тоже для девочек и для мальчиков. Отдельные зоны, визуализированные. У каждого места для раздевания для каждого ребенка подписано. То есть у каждого ребенка в распоряжении целых три крючка, куда можно повесить одежду. И у каждого ребенка есть и бувница. Теперь ни до, ни после урока в гардеробе не будет толкучки. И уж точно ничего не потеряется в спешке. Отремонтировали гардероб тоже на средства гранта конкурса «Серафимовская школа служения». Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. В новогодние праздники случилось долгожданное событие для всех любителей катания на коньках. Заработал большой открытый каток на стадионе «Кар». В этом году не обошлось без ограничений. Пускать на сеанс будут только 200 человек. А билеты надо приобретать не в кассе, а через «Умный Саров». Подробнее о нововведениях расскажем далее. Прокатиться по льду под звуки веселой музыки и пообщаться с друзьями на свежем воздухе. Встать на коньки саровчане смогли уже в новогодние праздники. Ледовое покрытие не удавалось залить долгое время. Одной из причин была теплая погода. Снежный покров был настолько мал, что мы не смогли утрамбовать снег, чтобы его пролить. Структура льда находится на травяной основе. И у нас сделан дренаж, вода туда уходит. И чтобы на этот лед могла зайти техника, соответственно, должна быть сделана подушка 20 сантиметров, пролита. И тогда техника может ходить и заливать каток. Чтобы жители все-таки смогли насладиться традиционным зимним развлечением, руководство спортивной школы решило залить каток по беговым дорожкам, где есть плотная основа. Лед еще приводит в необходимое состояние. Специалисты ежедневно наращивают толщину и заливают теплой водой, чтобы покрытие было ровным. Несмотря на некоторые ограничения, только за новогодние праздники на лед вышли около 7 тысяч саровчан. В этом году мы изменили расписание для того, чтобы уменьшить чистость и поток людей, которые находятся одновременно на катке. По трибунных помещениях у нас можно находиться только в маске и не более 150 человек. Для удобства гостей один сеанс увеличили до полутора часов, а перерыв теперь 30 минут, чтобы потоки людей не пересекались. Билеты можно купить на портале «Умный Саров», познакомиться с обновленным расписанием и всеми условиями работы катка в социальных сетях спортивной школы «Экар». Новыми медалями и грамотами пополнили копилку наград воспитанники отделения бокса спортивной школы «Экар». В дни новогодних каникул ребята приняли участие сразу в двух региональных турнирах. Один из них проходил в городе Кстово, другой – в Лысково. Подробнее об успехах подопечных тренера Вячеслава Дронова смотрите в следующем репортаже. Юные боксеры спортивной школы «Экар» достойно представили наш город сразу на двух областных соревнованиях – в Лысково и Кстово. Саровские воспитанники привезли золотые и серебряные медали. Рамазан занимается боксом около трех лет. По словам мальчика, в этот вид спорта его привело желание быть сильным и защищать свою семью. На соревнованиях Рамазан занял первое место в своей весовой категории. «Самое сложное было выйти на ринг и переборить свой страх и драться. Было нормально, потому что благодаря моему тренеру он меня тренирует. С каждым днем я становлюсь лучше, поэтому мне легко в бою». Тренер Вячеслав Дронов убежден, для того, чтобы стать хорошим боксером, необходимо отрабатывать технику и регулярно выезжать на соревнования. Потому что только в бою юные спортсмены могут преодолеть внутренние барьеры и раскрыть свои способности. Девятилетний Арсений Жирнов выступал на соревнованиях в юношеской категории от 32 до 80 килограммов. И привез оттуда две золотые медали. «На соревнованиях Лыскова я выступал с ребятами, которые были у меня старше. И я их выиграла. Это надо уклоняться и бить контратаку. Вот уклонился, подошел к нему и надо бить удары. И еще надо бить этажами. Это из корпуса в голову». Боксом Арсений занимается два года. Мальчик мечтает стать профессиональным боксером и равняется на Василия Ломаченко. Теперь воспитанники Вячеслава Дронова ждут очередных соревнований, чтобы вновь показать себя на ринге. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Вейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В суде работали Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.